Всем привет! Здесь я хочу представить возможность создания самодельной системы водяного охлаждения процессора из двух кулеров Depcool с тепловой трубкой, имеющей внешний диаметр порядка 8 миллиметров. Дополнительно потребуется насос для циркуляции жидкости. В таком случае, воспользуюсь данным, он достаточно маленький и имеет габариты 39 на 34 и 26 миллиметров. Входной и выходной штуцер здесь диаметром 8,5 миллиметров. Его производительность составляет порядка 220 литров в час. Питается всего от 5 вольт по USB. В качестве расширительного бачка подойдет пузырек объемом 100 миллилитров с плоской поверхностью крышки. Также потребуется шланг. Для этого я взял силиконовый с внутренним диаметром 5 миллиметров. Так как один из представленных у меня кулеров имеет запаянную трубку, разгерметизирую ее, спилив по очередной кончике. Подготовив два будущих радиатора, займусь емкостью для жидкости. В качестве штуцеров на крышке я установил части корпусов от шариковых ручек, зафиксировав их заглушками имеющими резьбу, а также небольшого количества клея. Для входящей жидкости буду использовать канал меньшей длины, тогда как для забора более длинный. Произведя основную подготовку элементов системы охлаждения, перехожу к установке силиконовых трубок, каждую из которых для большей герметичности зажимаю стяжкой. Хочу заметить, что их небольшим недостатком для текущего применения является пластичность, вследствие чего они могут быть легко пережаты. Собрав систему для циркуляции охлаждающей жидкости с кулера, который планируется установить на процессор, я снял вентилятор. Так как другой радиатор будет находиться вне корпуса системного блока, пришлось сделать небольшой удлинитель для подключения его вентилятора в материнскую плату. Перед установкой системы охлаждения в компьютер, заполнив ее водой, протестирую работоспособность и вместе с этим герметичность. Подаю питание и, как можем видеть, циркуляция есть, при этом нигде ничего не подтекает. В силу того, что насос рекомендуется использовать до 70 градусов, я разместил его на этапе подачи к ЦПУ. Таким образом, приходящая в него охлажденная жидкость будет иметь меньшую температуру, чем если бы он был установлен после процессора. Конечно, при работе насос немного шумит. Как можем здесь это слышать? Проведя предварительное испытание, посмотрим, как водяное охлаждение справится с отводом тепла от i5 процессора. Для этого установив ее в системник, прежде включая компьютер без циркуляции воды. По окончании его загрузки в операционной системе Windows 10 запускаю программу оси сети. Таким образом, в холостом режиме спустя 4 минуты среднее значение температуры достигло порядка 50 градусов, а максимальное 59. Теперь запитаю насос, подключив его в USB разъем на корпусе системного блока. В таком случае температура сразу падает, а спустя 15 минут среднее значение составило почти 34 градуса. Нагружу процессор, запустив тест. По истечении 10 минут непрерывной работы среднее значение температуры составило около 50 градусов, тогда как максимальное 61. Полагаю, будет интересно сопоставить эффективность работы со штатным кулером. В таком случае можно видеть, что средняя температура в режиме простоя порядка 36 градусов, а максимальное 44. Теперь нагружу процессор, запустив тест. Спустя 10 минут непрерывной работы среднее значение составило около 54 градусов, тогда как максимальное 63. Если посмотреть, как изменяется средняя и максимальная температура в течение 10 минут при нагрузке CPU, можем видеть, что в приведенных условиях водяная система охлаждения является эффективней. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети. Субтитры создавал DimaTorzok